я уже заявку подал в один из последних дней ну как бы я так особо не надеялся что возьму родился на территории россии жил донецкой области год назад ровно я где-то в это время приехал в киев снял квартиру и я зарабатывал гораздо больше чем здесь даже обещают работа риэлтором в среднем зарабатывал 12 15 тысяч здесь обещают 8 как бы это почти половина но я не могу сказать что я пошел на сто процентов по каким-то материальным вопросам там желающих было около 30000 но это можно потом 2000 отобрали как отбирали по какому принципу я честно говоря не знаю но судя по тем кто учился людям ну довольно таки серьезный был первый тест такой больше похож на логику 60 вопросов таких логических тоже несложный и последний был тест 300 вопросов за минуту за час 300 вопросов за час такие вопросы например возникает ли у вас желание украсть что-то когда в этом супермаркете причем вопросы периодически повторяются только в другой форме но я думаю этот тест больше от именно на на адекватность да на хотя и ответ большинство писали да возникает но я тоже написал возникает я думаю всех людей когда-то возникало такое желание поэтому просили отвечать честно как бы но основным тест на на то как вы врете не врете то есть уже такая проверка ford 05 12 вызывает киев 55 вы меня слышите пришел вызов кто-то из жильцов дома увидел как разбили стекло и убежал человек мы приехали стекло разбито хозяина не можем найти так как нет хозяина потерпевшего просто как бы оставляем записку о том что мы были чтобы он обратился утром вроде но полностью описание номер телефона мы позвонили приехали человеку нам объяснил ситуацию в единственный наверно причина по которой уйду это если 100 старый режим вернется в полицию то есть если опять каким-то образом в чем я очень сильно сомневаюсь начнется там приказы например выполнять планы какие-то или там по поводу взяток там брать но я уверен на сто процентов этого не будет потому что мы видим кто нами командует наше начальство то есть это все новые люди к ней системы даже те которые в киеве попали в полицию ну я общаюсь жестом носа многие многие тоже сомневались с тени эти осознание уже приходит наверно больше время учебы там я насколько знаю с 2000 по своим по своей инициативе ни один человек не бросил учебу доучились ну то есть я уверен что даже в наших городах там донецкой области достаточно людей настроенных патриотические которые хотят что-то поменять я думаю даже те люди которые не особо патриотически настроены то может быть недолюбливают власть украины но хотят жить лучше менять я думаю они тоже могут ну и будут участвовать я за то время пока учился многие друзья знали спрашивали есть несколько человек которые в харьков подавали анкеты я не знаю там прошли не прошли ну как минимум там человек пять дружковки заполняли анкеты на харьков я думаю даже те действующие милиционеры многие по поясники я некоторых знаю ребят таких которые могли бы и даже остались выработать уже какую-то переаттестацию пройти это не проблема момент учебы у нас некоторые преподаватели были сотрудники милиции но действующие преподавали тактику ну заезжаем и в рвд местное пишем рапорты происшествия из тех с кем я пересекся в рвд вчера большая часть адекватно ну я на себе не ощущал какой-то злости с их стороны даже ну ну и есть рассказывают были случаи буквально днях когда пьяного там сбушника задерживали буянил такого в принципе в основном нормально мы боялись очень первое время как люди отреагируют потому что есть даже в контакте фейсбуке в комментариях много мы ты читал остальные читали что у людей многих не было никакой надежды там говорили это старые кадры просто в новой форме есть опять же единицы граждан которые открыто показывают какое-то там недовольство там негодование могут крикнуть догонку там или что-то ну мы принципе на баллоне здесь столкнулись пару раз основная масса да положительно мы проезжаем там показывает класс там все хорошо машет то есть приветствует но это заряжает вступил вызов по системе церемонии чтобы сбить витрину злочин против властей мы принимали вызов проколеное место проколеное место глянули на месте подъема побачили от разбитую витрину там камень подозрю яким самим разбили витрину и викликали слідчооперативную группу и очекали охраняем месте подъема нас разбивают на батальоны роты то есть получается у нас в роте 40 человек мы привязаны к баллоне и по два человека на квадрат я смотрел по карте квадраты но скорее всего разбивает по заселенности населения то есть где больше домов где больше жильцов меньше квадрат периметр такой что нам хватает на вызов внутри минуты три-четыре если основная сейчас проблема это то что мы плохо знаем районы пока еще изучаем вторая проблема это дворы на картах одно в реальности другое ну а так по времени вот мы свой квадрат объезжаем не спеша это три минуты даже соседний квадрат если есть вызов ну максимум 5-6 минут мы на месте ну я не говорю не хочу сказать что мы профессионалы за три месяца обучения научиться тому что умеет гаишники за годы своей деятельности но судя по отчетам которые были по составлению дтп как бы руководство даже старой гаи были так удивлены с момента обращения потерпевшие пусть ну сейчас я не знаю как дальше будет ну или человек смог звонить диспетчера на 102 диспетчер передает этот вызов уже на диспетчера департамента то есть у нас у всех тут gps стоит и у них видно например но патруль мой 512 то есть они по карте у себя на компьютере видят где нахожусь то есть у меня в машине планшет сбрасывает задание нам в патруль но конкретный то есть патруль который находится ближе всего к месту мы читаем полностью описание задания нажимаем кнопку принял и выезжает то есть уже идет время фиксируется сколько времени когда мы прибываем мы нажимаем кнопку прибыв и начинаем разбираться то есть после того как уже например конфликт вы исчерпан или закончил задачи нажимаем кнопку выполнена и это все отражается у диспетчера нашего и все то и также камера фиксирует то есть на любой вызов на любой контакт человека мы нажимаем видео и идет съемка наших диалогов всего происшедшего у нас нет доступа к видео мы с камерой там то все закодировано не можем не просмотреть не стереть не удалить машины новые японские тойоты то есть экономные гибрид выезжая нам даю мы выезжаем перед сменой дают нам талоны на 20 литров на заправку ну примерно за смену так и тратим около 20 литров то есть накатываем прилично то есть с учетом что машина там в среднем 5-6 литров расход можно посчитать как бы нам накатываем в день километров